За первые три месяца 2009 года в родильных домах России появилось на свет 394 300 детей. Более трех тысяч из них умерли. Пороки сердца выявляются у одного из двухсот новорожденных. У одного из тысячи врачи констатируют ярко выраженные мутационные изменения. Вот смотрите, что у нас происходит. Еще лет 20-25 назад лишь 20% новорожденных имели те или иные отклонения в состоянии здоровья при рождении. Сегодня уже 60% новорожденных детей имеют нередко серьезные заболевания. Первая реакция, как правило, бывает, ну что вы, мы совершенно здоровы, мы оба здоровы, и муж здоров, и я здоров, и все близкие родственники здоровы. Откуда же тогда болезнь у ребенка? В младенческих проблемах со здоровьем врачи во многом обвиняют алкоголем. Его влияние на потомство из поколения в поколение еще слабо изучено. Допустимая норма употребления спиртного будущими родителями не установлена. Последствия, пусть даже редких застолий, непредсказуемы. Врачи и родители узнают о них только, когда ребенок появится на свет. Беременность будет протекать нормально. И роды произойдут в срок. А вот какой ребенок родится, это и есть главная проблема-проблема. В конце 19 века немецкий врач Йоганн Блох назвал одно из предпосылок рождения у вечных больных детей народные праздники. К такому выводу его подтолкнула реальная история. Однажды на Рождество кельнский профессор медицины устроил для своих коллег вечеринку. И довольно скоро с вечеринки в срочном порядке были вызваны в детские приюты несколько специалистов спасать подкидышей ущербных младенцев. Присутствовавший при этом пожилой врач многозначительно заметил. Да-да, дети дня рождения императора. Все остальные попросили разъяснений. Оказалось, что в это время на Рождество появляются на свет несчастные дети, зачатые 9 месяцев тому назад, в конце марта, в день рождения императора Вильгельма I. Время. По масштабу этот праздник приравнивался к национальному и отмечался с соответствующим размахом. После чего наблюдался прирост населения. Случайные дети, многие из которых с врожденными пороками. Приюты Германии переполнялись. А итальянский врач Бецола, проанализировав данные переписи населения за 1900 год в Швейцарии, обнаружил, что 9 тысяч умственно отсталых детей были зачаты главным образом в два коротких периода – сбор винограда и в масленицу. Праздники – наикрочайший путь к пьяному зачатию, когда оба или один из родителей был сильно или слегка пьян. Но если такое происходит, то и женщины, и мужчины должны знать, что их плод находится в ситуации, когда у него может случиться порок развития головного мозга, порок развития спинного мозга. Он может быть слепой, глухой, у него может быть порок сердца, у него может быть все, что угодно. У него может быть вот эта вот спорадическая мутация, получится в итоге плод человек, который вообще никакого аналога не имеет, он не такой. Это все может быть следствием, так сказать, пьяного зачатия и токсического воздействия на плод. Дай Бог, чтобы это было редко, но так может быть. Кстати, у нас на Руси и не так давно, 90-100 лет назад, об этом знали все. И когда осенью, в пору свадеб, праздновали свадьбы, то молодым давали квас, браги не давали. Оплодотворение – это сложный и тонкий процесс, происходящий на клеточном уровне. Встречаются две клетки – мужская и женская. Каждая из них несет определенный набор генетической информации. И вдруг эти клетки сливаются, объединяются, давая начало новой жизни. Если воздействие алкоголем произойдет в самый ответственный момент, в момент зачатия, то воздействие на эти две клетки может быть настолько сильным, что сразу же повредит генетический материал, содержащийся у них. И все следующее деление пойдет ущербно, порочно. Если говорить абсолютно простым языком, всем понятно, что алкоголь – это яд. Это определенный яд, который оказывает так называемый тератогенный эффект. Эффект, аналогичный облучению клеток радиации, вызывающий всевозможные мутации. Алкоголь даже в малых дозах поражает мембраны клеток, деформирует их. И если клетки кожи или крови постоянно обновляются, то женские яйцеклетки – нет. У юной девушки их около 35 тысяч. И на протяжении всего репродуктивного периода этот запас не пополняется. Действительно так. Девочка рождается с готовым набором яйцеклеток. Вот что при рождении было, сколько их было, вот столько их и остается. Девочка, родившись, имеет тот запас яйцеклеток, которые в детородном возрасте будут использованы раз в месяц и могут привести к зачатию малыша. И нельзя предугадать, какую клетку выберет сперматозой – здоровую или повреждённую алкоголем. Повезёт на этот раз или не повезёт? Алкоголь превращает рождение ребёнка в игру «рулетка». Чем чаще и больше приём алкоголя, тем больше шанс повреждения наследственного аппарата женщины. Чем раньше девочка пробует алкоголь, тем больше этот риск. Это аксиома, которую никто не в состоянии оспорить. Но на сегодняшний день по результатам анкетирования среди девушек-подростков, будущих матерей, установлено, что почти 90% девушек уже имеют опыт употребления алкоголя. Ранний алкогольный опыт приводит к дефициту гормонов, необходимых девушкам для зачатия и нормального протекания беременности. Головные боли, токсикозы, угроза преждевременных родов – это лишь краткий перечень последствий. Даже те женщины, которые себе позволят раз в неделю выпить баночку пива или бакал вина, могут наблюдаться все эти осложнения беременности и родов. В Древнем Риме закон запрещал принимать алкогольные напитки женщинам в возрасте до 30 лет. В Древней Индии категорически возбранялось пить всегда и всем женщинам. Рискнувшим нарушить это табу, раскаленным металлом выжигали на лбу клеймо в виде бутыли. Специальный знак для мужчин. Эту женщину в жены не брать. Угроза потомству. Для репродуктивного здоровья мужчин алкоголь-то еще более вреден, чем для репродуктивного здоровья женщин. А алкоголь убивает сперматогенез у мужчин. Просто-напросто убивает эту всю систему репродуктивную. Вот ведь вопрос-то в чем. Очень просто все. В Научном центре акушерства, гинекологии и перинатологии Российской Академии Медицинских Наук сравнили образцы спермы непьющего мужчины и умеренно выпивающего. Так выглядит сперма того, кто не пьет. Множество активных полноценных клеток. А вот семя второго участника исследования. Наличие сперматозоидов неправильной формы. Движение заторможенное. Часть клеток сбилась в конгломераты. А эти совсем неподвижны, мертвы. Изначально меняются процессы сперматогенеза. То есть такие мужчины, они могут реже становиться отцами. То есть можно сколько угодно стараться, ничего не получится. То же самое можно такого же рода рассуждений привести в отношении женского организма. Мы из детства знаем, что алкоголь бьет по печени и часто приводит к циррозу. Об этом рассказывают брошюры, учителя и кино. О том, что серьезно страдает репродуктивная функция, молодежь не подозревает. И если собственный организм в этом возрасте, как правило, мало беспокоит, многие из подростков вряд ли захотят лишать здоровья будущих детей или намеренно прерывать свой род, приближая себя с каждым глотком спиртного к трагическому диагнозу «бесплоден». Такая тема, она в общем, ну она достаточно сложная для населения и многими воспринимается как покушение на их личную свободу. Боятся люди узнать что-то, что помешает им в дальнейшем жить спокойно. У нас почти 10 миллионов семей бесплодны. По некоторым оценкам даже 15 миллионов семей. Причиной бесплодия во многом является именно вот употребление алкоголя. Поэтому, так сказать, нет никаких объективных причин думать, что мы выходим из демографического кризиса. Мы наоборот вступаем в демографический кризис. По данным ВЦИОМ, 50% жителей нашей страны не мыслят своей жизни без выпивки. Хоть раз в месяц, но опрокинут стаканчик. Пятничный стресс, субботние посиделки с друзьями, «Воскресные походы в гости». А еще «Дни рождения», «Встречи одноклассников» – просто хороший фильм по телевизору. Половина из 150 миллионов россиян употребляют спиртное в небольших количествах более или менее регулярно. Любой прием алкоголя, любых количеств, не проходит для организма бесследно. Организм – очень тонкая система, тонко настроена. И, конечно, она не приспособлена, и никогда не была приспособлена к тому, чтобы живое существо выпивало. Любой ученый, проводивший эксперимент по влиянию алкоголя на организм животных, в частности, крыс, знает, как сложно их заставить сделать первый глоток. Практически невозможно. Алкоголь насильно вводится животным насильным. Это действительно так. Крысы привыкают к спиртному лишь спустя время, когда начинают понимать, что это помогает им снять похмелье, абстинентный синдром. Часть крыс погибает, даже не успев стать алкоголиками. Некоторые особи женского пола умудряются дать потомство слабых, больных крысят. Хочу призвать женщин, особенно молодых женщин, которые находятся в репродуктивном возрасте или вступают в репродуктивный возраст, отдавайте себе отчет полностью в том, что вы делаете. Выпивая сейчас, не удивляйтесь, если у вас появится нездоровое потомство. Данные, полученные по Москве и Московской области, показали, что 40-45% женщин не отказывают себе в приеме алкоголя и во время беременности. Как правило, это легкие напитки. Пиво, коктейли, красное или белое вино. Но группой ученых, состоящие из американских и отечественных исследователей, которые провели исследования в Петербурге, они показали, что процент женщин, употребляющих алкоголь во время беременности, достигает 60%. В маленьких необластных городах эта цифра вырастает до 70-80%. Кто-то говорит, что бокал красного вина никакого вреда принести не может. Кто-то говорит, да нет, красное вино содержит винокаменные соли, это вредно для плода, а вот если немножко виски, то никакого греха и нет. И когда слышишь эти наивные, нелепые, иногда основанные на собственных предпочтениях тех, кто дает советы, рекомендациях, становится очень грустно. Будущей маме достаточно всего нескольких глотков спиртного, чтобы малыш родился с патологиями. Что это будет? Неправильное строение черепа, волчья пасть или спинномозговая грыжа, лишний пальчик на руке, отсутствие почки, нарушение интеллекта или ребенок будет слепым. Страдают не только органы зрения, но и слуховой аппарат ребенка, который данной патологии в дальнейшем может проявляться глухотой. Мы до сих пор не знаем и до сих пор не проведено никаких исследований в мире, надежных исследований в мире на тему, а какая патология развивается при приеме 50 грамм, какая 100 грамм, 150, какая пиво, какая вина. Таких исследований нет. Практически все органы и системы могут быть поражены, а уже формирование как бы такого видимого порока развития, оно зависит от того, на какой стадии просто это произошло вмешательство. Чем меньше срок, тем больше повреждения, потому что именно в первые дни, буквально в первые несколько недель закладывают все наши основные органы и системы. В течение первых трех недель беременности закладываются основы основ головной и спинной мозг. Для формирования мозга нужно столько-то клеток, определенное количество здорового ребенка. В случае воздействия этого вредного фактора их станет меньше. Возможные последствия – микроцефалия. Мозг новорожденного с таким диагнозом в несколько раз меньше, чем у здорового малыша. Головной мозг вообще не развит. Нет, даже уровня черепахи, головного мозга черепахи, и того нет в голове у ребеночка. Конечно, это нежизнеспособный плод. А известно, что одним из факторов риска развития врожденного слабоумия умственной отсталости, несомненно, является это токсический фактор. И прежде всего, алкоголизация. Младенцы, перенесшие алкогольные залпы во внутриутробном периоде, рождаются, как правило, с различными аномалиями развития и разнообразными синдромами, в основе которых, как я сказал, лежит умственная отсталость. Если мы все это учитываем, тогда рассуждения о том, выпивать беременной женщине или не выпивать, и сколько выпивать, они, в общем-то, являются неуместными. Наверное, все-таки лучше не выпивать для того, чтобы самое ценное в своей жизни не подвергать такому серьезному риску. Конечно же, все-таки, большинство женщин, чувствуя ответственность, прекращают любой прием алкоголя во время беременности. Но, к сожалению, иногда это происходит уже немножко позже того, как женщина понимает, что она забеременела. Довольно часто многие родители в первый месяц даже не подозревают, что у них будет ребенок. Они активны, жизнерадостны и продолжают жить, как обычно, выпивая. Если воздействие достаточно сильное на определенном раннем этапе происходит, чаще всего ребенка не будет. То есть произойдет спонтанный выкидыш, потому что организм вот с такими тяжелыми повреждениями будет как бы выталкивать ребенка, то есть произойдет выкидыш. От 10 до 25 процентов всех клинически зарегистрированных беременностей заканчиваются самопроизвольными абортами. По данным правительственных докладов развитых стран, эта цифра гораздо больше. Теряются от 60 до 75 процентов эмбрионов. Примерно три четверти выкидышей происходит в первые шесть недель. Дальше, если беременность сохраняется, после шестой недели начинается плацентация. Это тоже очень важно. При употреблении алкоголя происходит так называемая универсальная ангиопатия. То есть это спазм сосудов. Этот спазм сосудов в конечном итоге приводит к нарушению кровоснабжения в самой плаценте. Это нарушение кровообснабжения похоже на инфаркты, которые возникают в сердце. При этом возникают некрозы в плаценте. Как мне... кто принимал роды, там, акушерка, сказал, боже мой, какая, в общем, дырявая плацента вся. У Натальи двое детей. В употреблении спиртного она себя никогда не ограничивала. Ни до, ни во время беременности. Моей старшей дочери в этом смысле повезло. Были осложнения кислородное голодание мозга. Я ее возила в физкультурный диспансер. Вот со второй девочкой похожа. Но кроме больного сердца там, в общем-то, тоже ничего, она не умственно отстала. У нашей героини крайний случай. Наталья алкоголик. В стране гораздо больше тех, кто просто выпивает. Они клинически и беспробудно пьет. Но, несмотря на это, результат бывает схожим. Больной ребенок. Родители, когда начинают себя оправдывать, они говорят, ну как же, я же там вроде того, что пил что-то очень легенькое. Или я, ну я же недолго употреблял, или еще что-то. Это, к сожалению, не оправдание. У них риск поражения меньше, чем у тех женщин, которые принимают алкоголь регулярно. Но риск этот никто не снимал. В 12 недель УЗИ уже показывает маленького человечка. Со второго триместра беременности начинают расти и развиваться зачатки органов. Параллельно формируются системы жизнеобеспечения организма. Я с первым ребенком я ходила в женскую консультацию. Все, как полагается. Она меня простила. Это вторая дочь у меня растет в интернате. У меня очень огромное чувство вины, что у нее вот больное сердце. Она тоже, в общем, мама, я тебя никогда не брошу. К самостоятельной жизни малыш начинает готовиться на поздних сроках маминой беременности. Основные силы идут на иммунные и обменные процессы. Дозревает гипоталамус, отдел мозга, осуществляющий взаимодействие между нервной и эндокринной системами. И вот если в этом периоде происходит воздействие алкоголя, то это чревато тем, что малыш просто перестает расти. То есть он становится таким маленьким и не развивается достаточно хорошо. Уже внутриутробно формируется как бы неправильный обмен веществ. И эти дети, они низкорослые чаще всего, остаются низкорослыми. Более того, рюмка спиртного на поздних сроках может спровоцировать преждевременные роды. В медицине таких детей называют недоношенными. Они рождаются как минимум на две недели раньше срока. Их вес не превышает двух с половиной килограммов, а рост – 45 сантиметров. К сожалению, это не просто он родился маленький. Например, у него килограмм, а не три. И, в общем, сейчас наберем еще два, и все будет хорошо. А он родился, когда он недозрел для того, чтобы родиться. Такие малыши не могут сами поддерживать температуру тела. У них большая голова, короткие шеи и ноги, низкое расположение пупка. Тело имеет красноватый оттенок и обильно покрыто пушком. Кости черепа податливы, подвижны и могут находить друг на друга. Это всегда не норма родить недоношенного ребенка. Ну а если мы еще рождаем, понимаете, если там женщина испугалась, там, не знаю, у него несчастье, она родила, это один вариант. А другой вариант, если он там переболел, тяжело, и поэтому родился. Третий вариант, если она его травила каждый день, и он понял, что уже все, сопротивляться больше этому не могу. Лучше наружу. А здесь холодно, яркий свет, сухо и так далее. И голодно, и потому что он не может хорошо это все усвоить. У него много проблем. У недоношенного ребенка слишком маленький желудок и нехватка пищеварительных ферментов. Ушные раковины деформированы, снижен слух. И первое время отсутствуют хватательный, сосательный и глотательный рефлексы. На разных этапах развития плода в организме матери алкоголь оказывает, казалось бы, разное влияние, но это влияние всегда негативно. Каждый раз при поступлении в организм беременной женщины алкоголя кровеносные сосуды сначала расширяются, а потом резко сужаются и у мамы, и у малыша. Наступает то, что мы называем кислородным голоданием. Нехватка кислорода. При всем, при том, что мамочка хорошо дышит, что у нее нет у самой сердечно-легочной патологии. Значит, плод недополучает кислорода, недополучает хорошего развития мозга, недополучает хорошего развития сетчатки глаза, страдает сердце, почки, то есть страдает микроциркуляция. При довольно частом употреблении, пусть и маленькими дозами, алкоголь имеет свойство накапливаться в околоплодных водах. Выводятся из них очень медленно, и они в буквальном смысле разлагаются, загнивают. Околоплодные воды это то, где находится ребенок, в животе у мамы, он там плавает, он их заглатывает. Если употребление алкоголя достаточно серьезно идет на более поздних сроках, когда ребенок уже, так сказать, сформировался, то там воздействие, оно, собственно, подобно тому же алкогольному опьянению, которое испытывает и взрослый человек, принимающий алкоголь. И проблемы после рождения у этого ребенка тоже уже очень взрослые. Тяжелейшее похмелье. У него может наблюдаться даже запах спиртного изо рта. У него болит голова, он жутко хочет этого алкоголя, у него начинаются тяжелые такое судорожное подергивание, он кричит, он мечется, он жутко возбужден, он изгибает, вид вот как будто у него судороги. и, как правило, пока им не поможешь медикаментозно, а порой даже медикаментозно мы не можем таким детям помочь, а выручает самый простой способ, это дать понюхать ватку со спиртом, и такому ребенку сразу становится лучше. Он перестает плакать, засыпает, на лице проступает румянец. Верный признак того, что у новорожденного присутствует серьезный генетический дефект, неспособность быстро перерабатывать и выводить из организма производные алкоголя. О наличии дефекта в системе обмена алкоголя свидетельствует симптом покраснения кожи, лица и шеи при приеме даже небольших доз алкоголя, так называемая флэш-реакция, симптом вспышки. Я думаю, что мы все, наверное, в своей жизни видели таких людей и некоторые знают эту особенность за собой. Люди, которые имеют подобную реакцию на алкоголь, должны понимать, что им алкоголь противопоказан намного больше, чем всем остальным. И в данном случае не нужен генетический анализ. Если вы, выпивая, краснеете, это однозначно принесет вашему будущему ребенку серьезные проблемы. Существует очень страшное, врожденное, практически неизученное нигде в мире заболевание под названием, которое мы уже употребили недавно, алкогольный синдром плода или фетальный алкогольный синдром. Чем он характеризуется? Он характеризуется тем, что у детей маленькая окружность головы, у них маленькое количество головного мозга, у них так называемая микрофтальмия, это маленькие глазные щели, очень сложный порог развития, когда у доношенного ребенка глазная щель менее 13 миллиметров. Кроме того, у ребенка могут быть изменения специфические носа, форма носа меняется, меняется состояние положения верхней челюсти, так называемая гипотлазия верхней челюсти, у ребенка аномальные уши. Могут быть скелетные аномалии, это вывихт тазобедренного сустава, нарушение формы грудной клетки, то есть имеет специфическую грудную клетку меньшинных размеров с воронкообразным давлением. Помимо деформации тела и лица у детей с фетальным алкогольным синдромом наблюдаются сердечно-сосудистые и интеллектуальные нарушения. И те, и другие могут проявиться не сразу, а когда ребенок вырастет и не сможет учиться в обычной школе. Вдруг родители замечают аномалии, ведут его к врачу, проводятся исследования и оказывается, что ребенок уже родился с фетальным алкогольным синдромом, с умственной неполноценностью. Такие дети не умеют принимать самостоятельные решения, не знают, чего хотят, а часто не хотят ничего. И обычно с трудом им даются такие точные науки, математика, например, нет абстрактного мышления. Они очень возбудимы, иногда очень трудно как бы с ними справиться, у них бывают какие-то неадекватные реакции. Иногда причиной этих проблем может быть вот такой, казалось бы, ненавязчивый алкоголизм. Если же говорить о проблемах в семье, где пьют и отец, и мать, а иногда пьет только отец, а мама пьет в меньшей степени или не пьет совсем, тем не менее у этих семей тоже могут быть признаки рождения такого ребенка. И нет ни одного исследования о том характере алкоголя, который может или не может повлиять на развитие фетального алкогольного синдрома. Именно поэтому так важна проблема, которой мы сегодня занимаемся, что в ней больше неизвестного, чем изведанного. Когда было очень широко распространено иностранное усыновление, их совершенно не волновали ВИЧ-инфицированность, не волновала инфицированность гепатитом В абсолютно. Они брали этих детей, кроме одного. Ну, я не говорю о сифилисе, ради Бога. РВ, чепуха. Кроме одного, алкогольный синдром. Потому что с этим справиться нереально. И этого они очень боятся, это нарушает как бы структуру в обществе. По последним данным европейских исследований, дети с фетальным алкогольным синдромом редко, но все же рождаются у молодых и совсем не пьющих людей, потому что в прошлом пили их дедушке или бабушке. Человеческий геном, он, так сказать, устроен таким образом, что из поколения в поколение передается не лучшее, а худшее. То есть, если есть какая-то поломка в гене, то, к сожалению, вероятность того, что именно этот поломанный ген будет унаследован ребенком, а не хороший от другого родителя, вот факт остается фактом. Мы видим то, что, в общем-то, сейчас процент рождения здоровых детей, к сожалению, уменьшаются даже относительно благоприятных и социально в общем-то адекватных родителей. Сказываются стрессы, хроническая усталость, плохая экология. Грязный воздух, не очень хорошая вода, выхлопные газы, содержащиеся воздухом и так далее. Если на этом фоне уже измененную генетическую информацию накладывается еще и токсическое воздействие алкоголя, конечно, это приводит к еще большим повреждениям. Хромосомы клеток здорового человека подвергались воздействию химических веществ, приближенных по своим характеристикам к солнечной радиации и не очень сильному загрязнению окружающей среды. Эти вещества не вызывали в хромосомах существенных мутаций, пока туда не добавлялся винный спирт, этанол. И картина моментально менялась. Почти в два раза возрастало число разрывов, деформаций и других повреждений хромосом. Алкоголь подавляет хорошее и умножает все плохое. В конечном итоге у нас происходит как бы лавинообразное нарастание патологии с поколения в поколение. 40% сегодняшних подростков девушек и юношей уступают по своим физическим, интеллектуальным, психофизиологическим показателям своим сверстникам 60-х годов. 60-х годов. И вы знаете, ведь во многом причиной вот такой деградации и физического, и интеллектуального, и репродуктивного потенциала нашей нации является, конечно же, пьянство. Когда я учился в институте, у нас даже определение рассеянного склероза было, что это болезнь, которая стартует у людей примерно с 21 года. Что сегодня? Мы видим рассеянный склероз и в 12, и в 10, и в 9 лет. Это ужасно. Но факт остается фактом. Точно так же это относится к ревматоидному артриту, который до недавнего времени считался болезнью, вот из-за такие суставы измененные. Вроде бы казалось, что это вот удел каких-то пожилых, там бабушек и дедушек. Нет, к сожалению, сегодня и в год, и в 2, и в 3 мы видим детей с тяжеленным ревматоидным артритом. Рожают то потомство, которое ни семье, ни обществу, ни государству пользы не приносит, потому что они требуют постоянного лечения, а вследствие инвалидизации помещения в специализированные интернаты, а потом обучение в коррекционных школах. Всего на сегодняшний день в Российской Федерации насчитывается 1656 специальных коррекционно-образовательных учреждений, всех видов. Наибольшее количество из них это школы восьмого вида. Школы для детей с нарушением интеллекта. 1306. Во второй половине 19-го и в начале 20-го столетия в Англии жила женщина, известная как пьяница и бродяга. Ее потомство за полтора века составило 834 человека, и судьба 709 из них в точности известна. Среди них было 100 незаконно-рожденных, 181 публичная женщина, 188 нищих и бродяг, 76 преступников, в том числе 7 убийц. В общей сложности члены этой семьи провели 116 лет в тюрьмах. В четвертом поколении почти все мужчины были преступниками, а женщины вели непотребную жизнь. В Англии эта семья обошлась приблизительно в 2 миллиона фунтов на содержание в тюрьмах, на члежках, материальную помощь. Предрасположенность семьи она была, вот по крайней мере, по маминой стороне. Я знаю о том, что еще вот мой прадед пил, бабушка у нас абсолютно здоровая, моя получилась, сестра ее абсолютно здоровая, а вот брат у них пил и в пьяном виде попал под поезд уже вот в 30-е годы. Проблема веренной семьи с каждым поколением молодеет. Дед начал пить, когда ему было 35 лет, мама в 30. У мамы в 30, у меня проблема в 24, старший ребенка готов в 16 был, вот алкоголик в 16 лет. Мы уже дошли до того, что семи-восьмилетние попадают с белой горячкой в реанимационное отделение наркологические диспансеры. Сейчас Вера хочет уберечь от этой участи младшего. Вдруг ему повезло, и набор генов сложился благоприятным образом. Он долгожданный ребенок. Полтора года до его зачатия Вера не пила. У меня было 9 выкидышей на разных сроках. В итоге мне поставили диагноз бесплодие вторичное. Реально, пьянка продолжается, ребятенки вылетают. Но забеременела я, у меня уже было полтора года трезвости, вот и выносился, правда, семимесячный родился. Недоношенные слабые дети. Болезни, трагедии. Алкоголь это всегда фактор риска. Коварный агент, так называют его врачи. Бомба замедленного действия. Беда. Поэтому, где вот это вот, где она вот выдранет, из какого поколения, из какого проклятия, из какого там еще чего-то, вот, лучше это вообще убрать, тогда меньше шансов, что рванет. Вот меньше. Если не будет переломлена ситуация, если каким-то образом не сформировать доминанту здоровья, здорового родительства в головах молодых членов общества, то, в общем, конечно, у нас будущее очень под большим вопросом. Гости к нам приехали, давайте встречать. Здрасте. Ну, это вот наша семья, правда, не в полном составе, но в основном те, которые сейчас с нами дома. Ну, пройдемте в дом. проходи, дети, приглашайте. Открывайте калиточку, пойдемте. В большом доме в селе Ольховатка под Воронежем в семье Елены Яровой растут 13 детей, трое своих и 10 приемных. Их биологические родители пили. Кто в запой, кто от раза к разу. Что сделать, если со времен Петра еще пьют, ну, что сделать можно? Как вы думаете? Кому-то я бы считала нужным показать иногда, как выглядит страшный синдром абстиненции у новорожденного, который, в общем, родился чистым, невинным, непонятно за что страдающим, и еще с угрозой того, что он будет всю жизнь никому не нужен. Есть девочка у меня, которую я взяла, ей было 4,5 года, ребенок. Но когда я ее увидела, я ужаснулась. Хотя муж сказал, мы зачем приехали в дом ребенка? Брать детей? Значит, будем брать. болеет, болеет, болеет у нас больше всех Дима. Дима, у Димы столько болячек, столько проблем, что он, когда взяла его, все говорили, ты не соображала, что ты делаешь, да верни ты его, пока не поздно. Не ходил, не говорил, только мычал. А сейчас вон какой красавец. Корова любит ухаживать за ней, а молоко не пьет, только кашку. А сейчас вот стелет ей соломку, чтобы ей было спать, лежать на чистом. В 14 лет у Димы выпали почти все нижние зубы. Врачи очень долго не могли поставить ему диагноз. Вскрывали нижнюю челюсть, брали анализ на гистологию. Оказалась причина в парощитовидных железах, регулирующих уровень кальция в организме. Они у Димы с рождения атрофированы, не работают. Мы не можем сказать, что точно можем вылечить это заболевание. А интеллектуальные нарушения плюс нарушение закладки внутриутробной закладки практически, конечно, изменить нельзя. Помогать, да, но вылечить, изменить нет. И вот теперь что ждет этого ребенка? Ребенок не может ни читать, ни писать, ни считать толком. То есть он хороший хозяин, ну хороший помощник мне, он любимый сын. Но как он будет жить тогда, когда не станет нас с отцом? Ну, например, я своим детям говорю, ребята, каким бы он ни был, от себя его не откидывайте, чтобы он был рядом. нет, никогда не будет такого, чтобы взять и бросить Диму. Нет. Я маме сразу сказала, что ты можешь даже мне не говорить, я сама знаю. У Лены врожденный порог сердца, наследство от регулярно выпивающей матери, плохая генетика. Борюсь с генами как могу. Люда, не бойся. Хочется, чтобы эти детки, чтобы улыбнулось им хоть чуть-чуть счастья. Максим пишет иконы и верит в Бога. 14-летний Дима учится общаться с людьми и играть на баяне. У него никогда не будет собственных детей. Сергей знает таблицу умножения. Лена заботится о младших братьях и сестрах и поет. Плохой борется с хорошим, хорошее с плохим. По-моему, хорошее побеждает, хотя здоровье это самое важное. Во времена Советского Союза в нашей стране были популярны три плаката. На одном изображена женщина, променявшая здоровье ребенка на алкоголь. На втором молодой мужчина, говорящий спиртному «нет». А на третьем жизнерадостный упитанный малыш. Обязательное взвешивание к первому дню рождения с простым пожеланием «Расти, богатырь». «Растопоживание» «Растопожию» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова